можно начинать значит коллеги записи вебинаров будут представлены и на канале youtube и в рассылках указаны поэтому не волнуйтесь записи вебинаров получат все записавшиеся на вебинар даже если вы не попадаете в вебинарную комнату вот смотрю нас сейчас ровно 100 участников и те кто не успел могут немножко опоздать но запись вебинара получают все так что здесь здесь не волнуйтесь по сертификатам сертификаты бесплатные обязательно будут для тех кто принимал участие в вебинаре кто присутствовал на вебинаре рассылка будет идти со следующей недели просто сейчас павел юрьевич калиников который занимается сертификатами находится в командировке и по его возвращению как мы в его епархии лис не будем поэтому он вернется и всем все разошлет поэтому не волнуйтесь без сертификатов никто не останется и ну что коллеги 12 часов наступило с вопросами организационными мы немножко разобрались поэтому можно начинать нашу сегодняшнюю встречу сегодня мы с вами поговорим о письменных работах о письменных студенческих работах что можно использовать где брать материал на что обращать внимание у нас с вами еще предстоит целый ряд вебинаров посвященных созданию текстов написанию текстов подготовки статей для периодических изданий такой цикл и школы научной публикации поэтому часть вопросов мы сегодня затронем как небольшим кусочком небольшим краешком пройдем более подробно мы на них сможем остановиться на следующих в вебинарах поэтому у меня к вам будет еще одна большая просьба пожалуйста в течение вебинара вы для себя фиксируйте те вопросы которые вам хотелось бы раскрыть более подробно узнать более подробно и в конце вебинара я вас попрошу написать вы просто напишите мне в чат какие вопросы какие моменты из сегодняшнего сегодняшней нашей встречи вам хотелось бы узнать поподробнее побольше на чем остановиться и тогда к следующей встрече я вам скажу на каких вебинарах мы это будем рассматривать с тем чтобы все остались все все получили ту информацию которые необходимы для работы ну что коллеги мы пожалуй начнем сегодня мы говорим о письменных работах доклады рефераты в к р и у меня сразу к вам вопрос название ничего не смутило если показалось что-то странным название напишите пожалуйста в чат по видам письменных работ особенно а ирина федоровна секреты слова секреты поделюсь своим опытом как мы выполняем письменные работы с нашими студентами ну вот пока это еще секрет никому не рассказывала доклад устная да да спасибо ольга вячеславовна совершенно верно по в основном к письменным работам студентов отлично есть у нас внимательные слушатели доклады относятся к формату устных выступлений но для докладов в общем то название должно было бы звучать как реферат курсовая дипломный проект да 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 павел валерьевич спасибо курсовых почему то нет доклады это устный вид работы но к нему мы тоже можем готовить текст выступая с докладом по реферату например поэтому это тоже можно частично отнести к письменным работам и в некоторых например в других странах вот в германии реферат относится к устному выступлению у нас к письменной работе у них относится к устному выступлению поэтому немножечко про доклады мы скажем то есть как как можно готовить текст марина алексеевна у нас пишет статьи марина алексеевна про статьи мы немножко будем говорить отдельно поэтому я их сегодня сюда не включаю но какие-то из моментов из приемов которые сегодня будем рассматривать они конечно же относятся и к статьям простоте у нас будет отдельный отдельные вебинары там мы уже будем говорить чисто по статьям немножко разделим и так письменные работы реферат курсовая дипломная работа в принципе вот эти вот три работы они должны быть взаимосвязаны между собой от реферата до дипломной работы и в каждой из них мы тренируем определенные навыки которые нам потом пригодятся при написании вк р по рефератам какие чаще всего виды рефератов у нас встречаются либо это и в любом случае реферат это изложение информации по теме и вот два варианта возможных либо эта информация по теме собранная из разных источников либо это краткое изложение одного научного исследования как правило в реферате своей точки зрения излагать не требуется можно но это не обязательно условия и хорошо когда реферат становится составной частью теоретической теоретической части курсовой или дипломная работа а лариса алексеевна доклад сопровождает презентация письменной нет при презентации письменной быть не должна но текст для доклада хорошо бы фиксировать для себя для того чтобы было с чем выступать а не зачитывайте реферат стоя у доски индивидуальный проект спрашивает елена анатольевна смотря что подразумевается под индивидуальным проектом у меня например есть в курсе тайм-менеджмента и реферат написание реферата стоит в плане у студент выполняет эту письменную работа и индивидуальный проект который они делают по ведя хронометраж там совершенно другой подход другой прием и они по большей степени выполняют готовит такой отчет да то есть там своя специфическая форма существует мы сейчас говорим про те формы которые чаще всего используются именно письменной и именно работы с текстом там как раз текста очень мало это больше похоже на такой отчет по так вот про рефераты слишком нужна ли структура для реферата до нужна но слишком дробного деления текста здесь не требуется то есть так как для курсовых или дипломных работ основная задача этого вида это уметь работать с текстом и уметь выделять основную ключевую информацию по теме по объему сейчас с вами поговорим самое главное что в реферате не должно быть басакова нет басакова не используем а а лишний допол информация лишних общих каких-то вопросов желательно чтобы не было ну и не должно быть слишком узкого раскрытия темы курсовая работа или курсовой проект опять же разные виды могут быть в зависимости от специфики по которой данная курсовая пишется чаще всего встречаются два вида курсовых работ теоретическая и практическая которые носят прикладной характер что обязательно должно быть в теоретической работе это изложение чужих мыслей сравнение систематизация анализ и вот здесь уже появляется в отличие от реферата похоже на реферат курсовые очень похожи на реферат но здесь появляется уже свое мнение своя точка зрения свои выводы то чего в реферате не требовалось так дина борисовна сейчас мы к этому вопросу подойдем про параметры письменных работ по по отличается объемом и тем что обязательно должен быть какой-то анализ систематизация классификация обобщение да и обязательно своя точка зрения свой вывод для теоретической курсовой важно привести мнение взгляды на тему на вопрос на проблему различных исследователей чем больше тем тем лучше в практической обязательно курсовой обязательно наличие самостоятельно проведенного исследования не описанного чужого а позаимствованного своего либо это может быть анализ процесса явления это может быть собственные практические рекомендации по решению того или иного вопроса или проблематики по совершенствованию какого-то процесса но обязательно свое и в зависимости от темы от дисциплины от предмета практическая часть она может быть организована по-разному то есть теоретическая часть идет в начале это похуже на первую курсовую работу теоретического плана а вот вторая часть обязательно должна быть носить практический характер ну организованно может быть по-разному например для управленческих дисциплин менеджмент управления персоналом управления организацией да и так далее там очень часто практическая часть представляет собой анализ деятельности организации подразделения анализ систем управления а вот в курсовых по педагогике и психологии это могут быть какие-то эксперименты например устанавливающие наличие явлений проблем фактов какие-то экспериментальные исследования ну и соответственно технические дисциплины там конечно уже может быть и моделирование и какие-то проведенные лабораторные эксперименты в дипломной работе ну так как это итог обучения в УЗИ должно присутствовать все характер этой работы не просто аналитический или исследовательский но еще и творческий то есть по мере продвижения от реферата к диплому должна возрастать самостоятельность работы студента и степень оригинальности текста общие условия которые очень часто выпадают у наших студентов в дипломных работах теоретическая часть должна биться с практической не должно быть теории на одну тему а практика на другую то есть те вопросы которые рассматриваются в теории они должны подтверждаться либо опровергаться практикой и по докладам возник у нас здесь вопрос про доклады это тоже может быть отнесено к виду письменной работы но частично когда в части составления текста для выступления когда наши студенты идут а я работаю на кафедре социальной работы и сейчас на кафедре тайм-менеджмента университета Синергия и вот в постыков у нас студенты очень часто участвуют в различных семинарах симпозиумах, конференциях, конгрессах и начиная уже с первого курса у них используют такой вид письменной работы подготовка текста доклада с которым они будут выступать на том или ином мероприятии и мы делаем такой навигатор по выступлению то есть частично это можно отнести к разряду письменных работ учебные либо внеучебные деятельности но он есть и навык на этом очень хорошо тренируется выбрать самое основное из того материала который мы собрали для нашего выступления и сделать сделать такой навигатор для выступления так немножко отвлеклась на сообщение Юлии Андреевны такой крик души все студенты которых я видела не просто использовали подпорку а читали их да и согласно с вами это очень печально поэтому когда я готовлю своих студентов к устным выступлениям мы обязательно с ними прописываем текст теми словами как они будут говорить но это текст с которым они не выходят который они не читают они могут его взять с собой для успокоения но читать с листа категорически запрещается что на семинарских занятиях что на выступлениях понятно что листочек в руках это некая защита и так мне спокойнее особенно когда первый курс особенно когда международные конгрессы мы впервые выходим на публичную аудиторию это сложно поэтому листочек в руках я не запрещаю особенно начинающим но не читать с листа не читать с листа память короткая не запомнят но на 10 минут выступления студентам иногда дают 5-7 минут на выступлении текст запомнить все таки все таки наверное можно если его хорошо написать мы делаем с ними навигатор вот если говорить о докладах так это мы уже к секретам пошли раскрывая секреты ни в коем случае это не реферат ни в коем случае это не реферат это текст доклада ну пожалуйста можно писать комментарии к слайдам озвучка того что происходит на слайдах презентации либо слайды презентации иллюстрация того о чем мы сейчас говорим можно писать конечно в слайдах комментариях но ребята не всегда особенно первый курс не всегда хорошо управляются с режимом докладчика начинаем путаться ну и листочка в руках это все таки какая-то снять психологического такого стресса все таки что то есть в руках мы делаем навигатор то есть под каждый слайд они записывают ровно тот текст который они будут озвучивать под этот слайд ровно теми словами которые они будут произносить естественно мы его вычесываем конечно мы его причесываем мы по нему проходимся и по нему они тренируют свое выступление для того чтобы не путаться потом со слайдами презентации не путаться что говорить но читать категорически запрещено читать можно на этапе подготовки вот кстати тот же самый прием мы используем с ними при подготовке ну с теми студентами которые у меня научные руководители писали курсовые работы дипломные проекты мы готовимся к защитам мы пишем такой навигатор краткий во первых мы сначала проходимся по тексту и читаем его прочитали текст время на выступление заранее известно уложился в это время уложился а теперь умножаем на 2 так что ровно то что ты прочитал быстро по тексту за 7 минут в реальной ситуации ты будешь говорить ну в полтора-два раза дольше а плюс еще волнение а плюс еще стресс давай смотреть что можно сокращать что вот в этом кусочке самого главного самого ключевого без чего вообще не обойтись все остальное давай смотреть как сократить либо вообще убрать нужно ли оно здесь то есть мы постепенно вот этот навык выбора ключевой информации но в то же время интересные слушатели мы полезны с ними отрабатываем начиная с докладов начиная с первого курса и потом уже при подготовке к защитам вычитываем еще раз да получается быстрее да хорошо все прекрасно а вот теперь пошла тренировка с презентацией включаем презентацию смотришь презентацию на экране и читаешь текст под презентацию под слайды там делаем просто обычную табличку вставляем берем вордовский файлик альбомный формат вставляем туда табличку из двух столбиков в один один поменьше это для слайдов презентации и второй побольше это для текста и вот так у него получается такое квантование его выступления вот по этим квантам он проходится почему вордовский файлик да можно писать заметки к слайдам ну во первых так привычнее особенно первокурсникам работать с вордовским файликом с техник с текстом во вторых как мне студенты говорили не все имеют возможность пользоваться электронами мобильными устройствами иногда и связь пропадает и все бывает а так мы распечатали в дороге можно ехать повторил прочитал посмотрел конечно не по дороге на выступление тогда уже поздно что-либо учить а так за недельку до хотя бы и дальше начинается уже репетиция самого выступления сначала мы читаем текст пролистывая презентацию на экране монитора затем мы стараемся убрать текст но подсматривать в него ориентироваться только на слайды презентации то есть тренируем такую визуальную память ассоциативный ряд и затем можно можно Елена Анатольевна варианты могут быть различные я сейчас говорю просто идея как можно сделать этот навигатор ну вот ребята у меня выбрали такой вариант нам так удобнее с файликами то что можно распечатать конечно из powerpoint можно распечатать выдачу и с комментариями ну вот так вот им удобнее причем слайды не обязательно должны быть в этом навигаторе большие главное чтобы понимать на каком большими и занимать много места главное чтобы было понятно под какой текст а дальше начинается уже работа постепенно убираем текст затем перелистывая презентацию стараемся его рассказать и делаем это под тайминг то есть стараемся укладываться в отведенные рамки времени и в конце концов у нас остается только презентация текст уже убран и ничего страшного если мы какие-то слова поменяем если мы будем говорить что-то от себя главное вот эти вот переходы между слайдами они уже отрабатываются со временем то есть вырабатывается вот эта привычка я во-первых я знаю свою презентацию уже лучше во-вторых если я что-то забыл я хотя бы могу глянуть посмотреть вот в эту распечатку когда выступаю уже непосредственно и элемент вот этого стресса и волнения он проявляется я вижу какой у меня идет следующий слайд и я понимаю о чем мне говорить дальше как сделать переход к следующему слайду вот в апреле этого года мы эту технику в очередной раз отработали уже с первокурсником до этого в основном у меня были студенты второго третьего старших курсов выступали а с первокурсником только-только можно сказать с места в карьер не успел приступить к занятиям мы уже с ним вышли на международный научный конгресс конечно все что могло произойти непредвиденного этого в этот момент произошло но его спасло то что у него действительно был вот этот навигатор под рукой то есть видео не хотел показать видео сюжет видео не запустилось немножко растерялся но очень хорошо и красиво вышел из ситуации рассказал видео в лицах но его спасло то и сделал очень хороший переход к дальнейшему тексту вот его спасло то что у него под рукой был навигатор он в него заглянул и быстро справился с такой форс-мажорной ситуации ирина федоровна о в основном у техническое о оформительской стороне дела если вас что-то интересует пожалуйста вы пишите в чат какие-то вопросы может быть что-то на эту тему у меня тоже есть по это вот что касается доклада вот у нас на занятиях например на своих дисциплинах я вот практикую вот такой вот метод работы с текстом в основном это тренировка на умение выбрать ключевую информацию то что потом помогает студентам при написании рефератов рефератов и в дальнейшем курсовых и дипломных работ взять многое отсечь лишнее оставить то что надо был вопрос про параметры вот переходим к параметрам реферат курсовая дипломная работа был вопрос про книги про пособие чем пользуетесь ой прошу прощения что-то мы уже перескочили что-то не перекрутилось вместо вместо чата да вот примерная сравнительная таблица стандартных параметров требований к письменным работам по рефератам курсовым и проектным работам источник это это не моя табличка не я ее составляла источник который я нашла в одном из пособий да в одном из учебно методических методических пособий кстати оно есть на нашем в нашей университетской библиотеке онлайн все кто имеет подписку на нашу университетскую библиотеку могут этим пособием воспользоваться и посмотреть ну вот посмотрите а поняла ирина федоровна мне вопрос написала про выбор ключевого в докладе значит вот примерно сравнительные 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 характеристики сравнительные параметры по объемам общим объемом работ по требованиям к объемам введения заключения ну где-то не больше десяти процентов должно быть поэтому где-то полтора два листа и по количеству источников ну естественно это не не строго определенные стандарты которые обязательно нужно соблюдать отклонения не допускаются да шаг вправо шаг влево здесь возможен и чаще всего так и происходит ну примерно вот средние параметры на которые можно ориентироваться реферат например по своему курсу организации учебной деятельности студентов в образовательном пространстве звучит очень страшно я читаю для первокурсников это по большому счету как научиться учиться да вот там мы как раз пишем два реферата и один в первом семестре и другой во втором в течение года идет дисциплина и у нас объем от двенадцати до двадцати листов то есть первую самый первый реферат мы пишем где-то листов двенадцать максимум пятнадцать и второй уже более приближен к вот этим данным где-то в районе двадцати страниц по требованиям количества источников вот у нас для курсовых проектов десять это ни о чем не менее тридцати требования есть на кафедре к нашим студентам не менее тридцати источников должно быть меньше это уже не слишком полно представленная информация ну конечно зависит от темы есть такие темы иногда у нас студенты формулируют по которым достаточно сложно найти большое количество источников исключения могут быть в реферате от пяти но тут у меня возникает у меня уже возникает вопрос что делать если реферат например не первого типа где мы рассматриваем вопрос по какой-то теме из разных источников а исследование одного научного одной научной работы вот откуда брать эти пять источников вот что делать в этом случае честно говоря по одному к тому исследование мы рефераты со студентами не писали у нас как правило несколько источников по которым мы делаем исследование какой-то темы или вопроса вот что делать как указывать в список есть требования список источников не менее пяти но мы проводим исследование только по одному источнику пишем в реферат только по одному CI откуда взять эти пять источников вот что делать в этом случае пока думаете напишите пожалуйста в чат свои свои мысли по этому поводу вот может быть у вас в практике это случалось вот как вы выходите из этой ситуации я пока отвечу на вопросы pdf презентации да можно скачать есть по папочке кликнуть по папочке и скачать презентацию себе кликнув по дискете или дмитриевна можно источник и литературу студенческих работах павел валерьевич список источников список источников которые мы пишем в самом конце вот он не должен быть меньше пяти да да а спасибо коллеги много много вариантов пошли комментарии коллег автора на рассматриваю мой вопрос по общей теме ведь не должна быть нужно ли писать на работе аннотации дина борисовна смотря какие аннотации на какие работы в том числе на английском языке если вы имеете ввиду статьи то да на рефераты курсовые лечить гост и методические указания законы ага начинаем варианты есть да как как выкрутиться из этой ситуации либо просто давать писать реферат по нескольким источникам рассматривая одну тему или один вопрос коллеги варианты очень хорошие берите себе на заметку для чего мы это сейчас смотрим вот эти вещи должны быть прописаны обязательно в методических указаниях это уже к нашим рпд фосом и косом обязательно пожалуйста прописывайте это для студентов если вы даете им задание как реферат из какого вида будет реферат как да 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 павел валерьевич конечно как указывать в списке если мы работаем с одним источником вот эти вопросы они возникнут у вашего студента поэтому сразу на них давайте в своих методических рекомендациях ответ что ему делать как ему поступать то же самое касается списка если мы исследуем несколько источников здесь тоже возможны варианты вы можете оставить это на откуп студента собирая материал сам и самостоятельный поиск источников исходя из которых ты пишешь работу либо вы даете четкий список источников вот все они должны стать основой вашего реферата либо вот список из 20 источников из них можешь выбрать 5 и на основании их написать реферата вариации могут быть различные до список рекомендуемой литературы но здесь смотрите светлана борисовна очень осторожно это список рекомендуемой литературы для написания реферата который мы в своих в своей документации будем писать фоссе в рпд сейчас жесткие требования по поводу количества идет ужесточение требований по поводу колить количество литературы основной и дополнительной поэтому здесь очень осторожно 25 источников список дополнительной литературы если вы поставите подразумевая что они потом будут исследоваться в реферате заворачивать рпд на доработку такого не должно быть поэтому лучше это включать фоссы в те методические рекомендации которые мы готовим для написания письменных работ вот эти вопросы они должны быть четко прописаны что для курса для реферата что для курсового проекта что это дипломного для студентов второй еще момент с которым приходится сталкиваться степени оригинальности текста вот в одном из вузов где работаю у нас есть требования к рефератам не менее 50 процентов оригинальности текста курсовой проект 70 процентов и дипломная работа выше 70 вот если реферат не подразумевает свое выражение своей точки зрения не подразумевает высказывание своего мнения не подразумевает проведение исследования откуда возьмется более 50 50 70 процентов оригинальности текста если это анализ литературы если это работа с текстом вот для меня это пока пока еще вопрос может быть вы его как-то уже смогли решить если решение есть какие-то способы знаете пожалуйста тоже в чат пишите я думаю коллегам это будет полезно а сейчас связи с тем что формируется электронные портфолио студентов все работы и курсовые дипломные и рефераты и контрольная работа они выкладываются в электронное портфолио не знаю как ваших вузах у нас уже этот процесс идет причем по всем годам обучения поэтому и рефераты уже начинаются проверяться на антиплагиат поэтому со степенью оригинальности текста здесь может возникать вопрос к докладам к докладам нет вот смотрите или андреевна если доклад это устное выступление на каком-то симпозиуме там конференц-конгрессе до какое-то внешнее выступление и доклад мы готовим к нему то тогда в портфолио студента пойдет его сертификат на подтверждающий участие либо диплом либо как какое-то подтверждение либо там опубликованная статья но статьи это другая песня уже по докладам требования к оригинальности текста еще нет только рефераты курсовые дипломные работы такой жесткости еще не велим но в качестве содержания доклада был вопрос если мы готовим доклад то свою точку зрения конечно хорошо бы высказать свое мнение провести какой-то анализ подвести обобщение и здесь в зависимости от темы и вопроса с которым мы выступаем это может быть доклад на основе реферата это может быть отдельный доклад по какой-то практической проблеме которую мы решали вместе со студентами или которую решал студент какой-то его кусочек его личного исследования поэтому здесь и так и так может быть но если в докладе используется заимствование обязательно конечно ссылки цитаты должны быть следующий вопрос который мы сталкиваемся помимо стандартных таких параметров к письменным работам это оформление структура структура обязательно должна быть не говоря про дипломные курсовые работы определенно начинать очень хорошо с рефератов тренировать но она будет не такая дробная как в курсовых и дипломных работах но разделение на главы хорошо бы уже начать делать вступление введение и заключение обязательно должны быть вот в заключении как раз можно подвести итог и высказать подвести какое-то обобщение если подробнее пожалуйста напишите что имели ввиду что студенты обучающиеся конечно обучающиеся мы их учим мы с ними этим и снимаемся структуру лучше соблюдать заодно начиная с рефератов это тренирует к к созданию структуры курсовых и дипломных проектов потом становится легче с этим работать где брать материал начиная от рефератов до курсовых и дипломных работ ну в первую очередь это конечно печатное издание пользуемся библиотеками справочно правовые базы а законодательство чаще всего мы какие-то законодательные акты мы включаем это один из разделов в списках источников интернет электронные библиотеки научные журналы и специализированные сайты значит какими часть из этих источников мы будем рассматривать на следующих вебинарах у нас будет вебинар по библиографическому поиску по поиску среди интернет уже отдельные пойдут такая библиографическая юристика но вот вкратце что можно брать самим что можно рекомендовать студентам так и собственного опыта и из вот какие источники можно использовать во-первых докусфера проект российской национальной библиотеки в питере вот этот проект обеспечивает доступ к электронным фондам не только для читателей рнб можно с площадок библиотеки выходить ну и удаленный доступ имеется для этого нужно пройти систему зарегистрироваться в этом проекте зарегистрироваться в библиотеке но не все документы электронные библиотеки рнб доступны для удаленных пользователей об этом нужно помнить но также как собственно и в любой электронной библиотеки говорим об ргбн ргбм не все документы или других библиотеках не все документы доступны удаленным пользователям даже из электронных фондов иногда приходится доступ только открывается при приходится приезжать доступ открывается только с площадок библиотеки из электронных читальных залов нэп вот докусфера интересный проект который можно найти достаточно количество информации нэп это проект министерства культуры российской федерации представление пользователям интернета доступа к цифрованным документам которые размещены в российских библиотеках музеях архивах ну при соблюдении конечно авторского права что формирует фонды национальной электронной библиотеки это произведение пришедшие в общественное достояние это произведение научного и образовательного значения но здесь маленькое есть дополнение которые не не переиздавались за последние 10 лет свежей информации там может не быть и произведения по которым есть договора с правообладателями что какие собрания входят в национальную электронную библиотеку ну во первых это библиотека диссертации ргб кандидатские докторские по всем знаниям это авторефераты рнб это из опять же из ргб универсальное собрание издания по всем отраслям деятельности после середины 19 века периодические издания российской национальной библиотеки нотные изографические коллекции и русская классика ну вот примерно примерно те тот состав который отформирует национальную электронную библиотеку также там требуется регистрация но и и возможно прости пройти удаленно приезжать для этого не нужно до иметь и скану паспорт можно получить электронный читательский билет rgb здесь понятно российская государственная библиотека в ргб есть практически все вот еще один интересный ресурс которым можно пользоваться который я рекомендую своим студентам мало того мы с ними еще дружим с этой библиотекой ходим часто на экскурсии очень интересная интересная библиотека российская государственная библиотека для молодежи ргбм здесь есть небольшое ограничение запись читателей для жителей москвы московской области либо должна быть временная регистрация для удаленных пользователей вот пока пока нужно нужно узнавать библиотеки возможности что дает запись в ргбм вот всем москвичам жителям подмосковья очень рекомендую воспользоваться во первых хоть она и для молодежи но записывают туда так как молодежь сейчас понятие уже выросла на где-то до 44 лет считается но вот до 35 лет в ргбм можно записаться но и возрастных читателей они не отказываются видел там сколько раз на экскурсию к ним ходили большое количество и преподавателей профессоров элегантного и очень элегантного возраста которые спокойно пользуются фондами библиотеки поэтому здесь вопросов нет в чем преимущество а вот студенты обязательно обязательно порядке я их прошу записаться ну конечно как добровольно обязательно да если сказал нет ну что ж поделаешь но запись в эту библиотеку дает электронный билет личный электронный кабинет открывается и возможно удаленное получение информации доступ к четырем электронным библиотечным системам это библиоросика знанием университетская библиотека онлайн и библиолитрес точка ру то есть достаточно большой объем университет электронных библиотек которые можно в которые можно заходить и бесплатно получать информацию онлайн записавшись только в одну rgb кроме того это же дает право пользоваться удаленными базами периодических изданий такими как из в информационный сервис база архив и текущие выпуски вестников московского университета и архивы российских периодических изданий по общественным гуманитарным наукам журналы по вопросам педагогики образования до 2016 года вот с последние года только не было гребеника электронная библиотека издательского дома гребеников статьи опубликованные в специализированных журналов этого издательского до дома тематика маркетинг менеджмент персонал финансы всего около 32 журналов с архивами и как правило архив ведется с момента выпуска первого номера материалы имеют в основном практическую направленность поэтому для написания курсовых там дипломных работы имеющих практическую составляющую для практической части вот это вот по тематикам там маркетинга менеджмента финансов управленческих дисциплин вот это конечно очень хороший ресурс причем часть журналов которые входят в этот в эту базу они включены в список ваг полнотекстовая база данных лучших статей деловой и иностранной прессы это palpred.com архив публикации который собирается вручную к нему также имеется доступ и возможность подборок можно подбирать публикации и аналитические статьи по любому сочетанию странной территории там около 50 с лишним тематик информационных технологий до химии и электроэнергетики и архив научных журналов национального электронно-информационного сообщества это на икон куда входит коллекция ряд ведущих зарубежных научных издательств такие как оксфорд университи пресс кембридж университи пресс sage publications annual review и журнал nature и каждая каждое из этих изданий имеет свою коллекцию состоящую как из метаданных и полных текстов статей то есть полнотекстовый поиск здесь можно осуществить можно прочитать полностью статьи вот вопрос и это все только по одной записи в ргбм по одному читательскому билету электронный доступ вот ко всему этому богатству поэтому когда студенты мне задают вопрос а где искать информацию а на каком материале не писать а вот по моей тематике вот пожалуйста электронные библиотеки пользуйтесь берите напишите ищите вот для поиска информации практически все есть это еще не все но тем не менее для начала работать для для тех же рефератов и курсовых а может быть и дипломных работ здесь вполне достаточной информации которую можно использовать справочно-правовые базы но самое известно это гарант консультант кодекс ссылки на всякий случай коллеги я вам здесь привожу ссылки действующие работающие специально перед вебинаром накануне вчера вечером проверяла да поэтому они работают если кому-то нужно для рпд фосов качайте презентацию берите оттуда ссылки да ну и там для студенческих работ тоже можно использовать светлана борисовна спрашивает большинство из этих ресурсов скорее всего платный нет в том-то и дело что нет единственное что может быть при регистрации в той же rgb или rgbm когда мы приезжаем лично и оформляем электронный читательский билет вот этот пластиковые карточки сейчас делают это единственное изготовление этого билета может стоить там по моему 100 или 200 рублей это на rgbm есть скидки во первых по социальным картам можно зарегистрироваться либо через сайт есть возможность регистрация через сайт там тоже это будет стоить не 100 не 200 рублей но один раз регистрировались а пользуемся не не один год со строгими датами так что это в основном это бесплатные ресурсы которыми можно пользоваться ну иногда требуется регистрация это да коллеги я специально стараюсь выбирать те ресурсы которые либо вообще полностью бесплатно либо если там плата то какие тут буквально копейки да как 100 рублей за читательский билет в rgbm и пользуешься лет 5 а то и больше до истечения срока годности читательского билета но этого в общем то можно себе позволить если ресурсы платные чуть попозже вам про него скажу я предупреждаю получение да 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 или андреевна регистрация электронная в rgbm но приехать оформить читательский билет это нужно лично просто стоит регистрация через сайт она стоит дешевле чем просто пришли нет не в спб а в москве rgbm москве или андреевна значит по ну и вот эти вот ресурсы которым есть доступ в ргбм они частично бесплатные частично платного библиорусика я точно знаю что она платно а будучи читателем молодежки открывается бесплатный доступ ничего или андреевна пишите на мою почту будем придумывать варианты так как как получать информацию и что можно сделать для удаленных пользователей я обязательно посмотрю для следующих вебинаров по библиографическому поиску мы этому тоже уделим внимание по вот те ресурсы которые озвучила которые есть вот это богатство в ргбм если интересно вы мне пожалуйста в чат напишите я тогда для вас тоже ссылочки подготовлю может быть с рассылкой мы их разошлем может быть на одном из следующих наверное на одном из следующих вебинаров когда будем говорить про библиографический поиск и еще раз на них уже более подробно остановлюсь уже со ссылками с выводом просто чтобы сейчас презентацию грузить их не стала все выводить на сайте rgbm можно найти информацию об этих ресурсах там в разделе по моему ресурсы или электронные ресурсы во вкладочке можно увидеть по требованиям к оформлению печатных письменных работ ну требования обычные чаще всего предъявляются да это шрифт требования по шрифтам могут отличаться в разных методических рекомендациях разных вузов за этим нужно следить но вот обычные стандартные требования которые в большинстве методичка я посмотрел больше 20 наверное методичек различных по оформлению письменных работ вот они пример примерно вот схожи примерно примерно вот так они выглядят в большинстве именно вот так межсимвольный интервал это то что мы очень часто выпускаем из вида но то что с чем нам приходится иногда иметь дело особенно если мы занимаемся скопировать вставить ну вот вам пример текста где приведен различные использованы различные межсимвольный интервал не межстрочная межсимвольный как его исправить здесь два варианта возможны можно зайти шрифт дополнительный выбрать интервал обычный выделить сначала кусочек текста в котором мы хотим сделать обычные варианты его добавить нажимаем окей у нас межсимвольный интервал убирается 2 волшебные до либо либо правой клавишей мыши шрифт и то же самое исправляем вариант либо еще одна волшебная кнопочка во вкладке главное формат по образцу выделяем нужный кусочек или даже просто ставим курсор на строчку которую мы хотим взять за образец нажимаем вот эту кнопочку с метелкой на форматирование по образу формат по образцу и потом выделяем текст который мы хотим чтобы он выглядел также выделили текст и он автоматически уже сам становится того нужного образца который нам нужен это очень удобно очень быстро еще одна проблема с которой мы сталкиваемся эта проблема больших пробелов как ее убрать либо выделяем пробел control shift и пробел используя горячие клавиши еще один вариант выделяем вот этот значок смотрим где у нас большие проблемы убираем вручную либо используем вот здесь во вкладке выбираем пункт заменить и заменяем все три четыре пять пробелов пять точек на одну просто путем простой замены либо опять же тот же самый прием формат по образцу на выделяем нужный образец и применяем к тому тексту где мы хотим убрать лишние пробелы еще один вопрос с которым мы сталкиваемся это закавычивание вот сейчас мы уже пошли по технике оформления любимый вопрос оформительские работы я больше не по содержание я больше не не по академическому письму больше по оформительским делам то что вот те ошибки которые чаще всего в письменных работах у студентов не приходится отлавливать начиная от рефератов заканчивая дипломными работами до правила закавычивания елочки для печатного текста когда можно ли использовать елочки или лапки или то и другое да вот есть правило елочки лапки в елочках елочки используются чаще всего для печатного текста лапки для рукописных но лапки допускаются до елочек в том случае когда внутри слов заключенных в кавычки встречаются фраз встречаются другие слова которые в свою очередь тоже заключены в кавычки вот при этом если есть технические возможности рекомендуется использовать кавычки разного типа внешние елочки внутренние лапки если нет возможности можно обойтись и одними елочками но нельзя ставить двойные вот как в последнем примере издательский дом московский комсомолец последняя закрывающая елочка она одинарная хотя должна была бы быть двойной но двойные не ставится поэтому на это тоже обращайте внимание это хорошо чтобы у нас в письменных работ было выстроено как сделать эти самые как настроить ой это уже про формула как настроить эти разные виды кавычек выбираем вкладку вставка ворде символы другие символы и настраиваем нужное сочетание клавиш на нужный тип кавычек потом самое главное только эти клавиши не забыть что что настроили для себя и тогда уже вот этот вот набор текстов особенно если у вас много цитаты много вот таких вот случаев происходит тогда лучше конечно все-таки себе эту функцию настроить и гораздо проще становится набирать текст самое главное так вот эти горячие клавиши не забыть самим очень кратко по вставке формул если у нас попадается у меня в основном гуманитарии поэтому с формулами дел особо не имеем но иногда в экономическом вузе бывает да по направлением там финансы бух учет либо экономика ребят возникают вопросы как вставлять формулы в том же word есть несколько способов либо вкладка вставка и выбираем уравнение либо в символ либо используем голая горячие клавиши контр контр равно это нижний индекс вставляет если нам нужно вставить нижний индекс и верхний индекс это control shift равно вот эти вот два сочетания горячих клавиш позволяет очень быстро нам нужные индексы вставлять а очень часто мы с этим заморачиваемся и студенты на этом тоже очень часто делают ошибки еще один вариант как вставить более серьезные формулы в word можно воспользоваться следующим путем до более сложные но и большие возможности он нам дает вкладка вставка здесь выбираем вставка объект и выпадающим окне меню выбираем microsoft equations 3.0 нажимаем ok и у нас открывается вот такое вот окошечко как в примере и вот они виды формул которые можно использовать вот вводя вот в это окошечко то есть мы можем прям в тексте набрать и они будут это не не будет вставкой не будет скриншотом не будет картинкой которая потом у нас поползет это будет нормальный вот нормально введенная формула если нам не хватает предыдущих таких простых способов через символы через уравнение которые уже есть вот стандартно на стандартной панели инструментов ворда единственное что здесь следует помнить при наборе формул чередовать фрагменты вот в одной формуле из редактора формул которые набраны непосредственно в тексте строки основным шрифтом и символы набранные с помощью команды вставка символ лучше этого не допускать то есть если уж мы начали одним способом то одну формулу набирать наберите и одним способом не допускайте вот этих смешений еще один момент который который страдает в оформлении наших письменных работ это содержание очень часто студенты а вот вчера будучи целый день на инструкционно-методической сессии по разработке рпд и фосов и подготовки к аккредитации увидел что и не не все мои коллеги тоже владеют этим к сожалению этой функции как автособираемое содержание вот перед тем как мы начинаем писать реферат курсовую особенно дипломный проект я студентам рекомендую сначала сделайте автособираемое содержание потом менять будет легче это гораздо легче чем делать пытаться собрать его потом когда у вас текст работы уже готов во-первых это уже убирает лишние ошибки в оформлении работы и упрощает работу на последнем этапе при форматировании когда нам приходится возиться ссылками списками источников и плюс еще добавляется наши автособираемое содержание так он поступил большой вопрос коллеги давайте тогда немножечко сейчас расскажу до конца а потом посмотрю большой вопрос она суть суть уловила спасибо большое георгий васильевич сейчас мы к нему вернемся к этому вопросу обязательно как настраивается автособираемое содержание здесь все очень просто выбираем вкладку ссылки оглавление выбираем нужный тип автособираемого содержания или автособираемого оглавления либо первый либо второй тип который вам нужен и настраиваем ручное оглавление лучше не выбирать лучше выбрать автоматическое И вот, пожалуйста, у нас уже оно есть. Но здесь есть еще одна маленькая хитрость, которую мы можем упустить. Если мы выбираем «автоматически настраиваем», он нам выдает стиль оформления вот этого оголовления из головков, то, что вот слева, то, которое стоит по умолчанию. А нам нужно поставить, у нас могут быть свои методические требования, например, вот здесь главы только заглавными буквами, только жирным шрифтом или, наоборот, нежирным шрифтом, только 14-й, Times New Roman, а маленькие названия параграфов 12-м шрифтом, Times New Roman, там жирным, например. Разные требования могут быть, но чаще всего вот такие. Жирного не используем, главы, ведение, заключение, основные разделы работы заглавными буквами и название параграфов обычным шрифтом, 14-й, Times New Roman. Но лучше изначально настроить стиль, перед тем, как мы будем делать стиль заголовков, перед тем, как мы будем делать автособираемое содержание во вкладке. Главное, выбираем стиль. Выбираем стиль заголовка 1, стиль заголовка 2. Если есть необходимый стиль заголовка 3, но это реже встречается в письменных работах. Вот они, заголовок 1, заголовок 2. Вот эти два стиля мы и настраиваем в самих стилях во вкладке «Главное». И все, они уже автоматически у нас будут вставать именно в том формате, который нам необходим. И дальше мы упрощаем себе с автособираемым содержанием жизнь. Если мы вносим какие-то обновления, изменения в текст, самое главное только не забывать перед выходом из файла, несмотря на то, что мы его постоянно сохраняем, вернуться к автособираемому содержанию, если мы в заголовки вносили изменения, и обновить таблицу. Либо обновить только номера страниц, если мы не трогали заголовки, но работали с текстом. Особенно это важно, когда у нас меняются ссылки, сноски местами. Либо обновить целиком, тогда он поменяет автособираемое содержание в соответствии с тем, какие изменения мы вносили в заголовке по тексту. Нажимаем «Ок» и все. То есть мы не делаем лишнюю работу, нам не нужно скроллить наш файл, постоянно туда-сюда открывать кучу окон. Если не совсем поняли, как это делается, есть вопросы, вы мне тоже напишите. Возможно, мы в будущем тоже более подробно посмотрим по форматированию. Ненумерованный титульный лист – тоже беда, с которой очень часто сталкиваемся. Решается тоже очень просто. Вкладка «Вставка» – выбираем нижний колонь «Титул», открываем, здесь ее стрелочками указано, и ставим галочку «Особый колонь-титул для первой страницы». Он автоматически будет убирать номер с вашего титульного листа. Простое действие, но про него не все студенты знают, и иногда забываем, как это делается, где оно находится. Вот скриншот я вам такую подсказку даю, особенно когда быстро надо внести изменения. По иллюстрациям. Значит, таблицы, рисунки – то, что чаще всего у нас используется. Для оформления таблиц чаще всего, очень часто в письменных работах используется ГОСТ 732-2001. На таблице, которую мы размещаем в нашей работе, обязательно должны присутствовать ссылки в тексте. То есть мы указываем, что самая таблица такая-то, либо как представлена в таблице такой-то. При этом сама таблица должна располагаться строго после фрагмента, где она впервые упоминается, либо на следующей странице, если она не умещается. Таблицы могут быть нумерованы в рамках раздела. При этом номер таблицы начинается с номера раздела и заканчивается порядковым номером внутри раздела. Таблица 1.4 – это раздел 1, глава 1, таблица 4. Наличие собственного названия у таблицы. Вот здесь тоже могут быть расхождения. В методических рекомендациях ВУЗа может быть требование, что название таблицы присутствует обязательно. По ГОСТу название таблицы не обязательно, нумерация должна быть. Но ВУЗы часто требуют, чтобы таблица была названа. Тогда слева над таблицей помещаем ее название без использования абзацного отступа и название пишем в одну строчку. Сокращений стараемся не допускать, пишем полностью. Вот как у нас здесь приведено в примере. Таблица 1.4 – данные по зависимым. Схема расположения центров помощи. Рисунок тоже касается и рисунков. Вот таким вот образом. Точку в конце не ставим, так же, как и в заголовках. Кстати, еще одна распространенная ошибка, когда мы в заголовках начинаем ставить свои точки. Коллеги, преподаватели, пересмотрите, пожалуйста, свои РПД. Проскакивает. Особенно, кто готовится сейчас к аккредитациям и проверкам. Иногда ставим точки в заголовках к несчастью. Перенос таблицы на следующую страницу. Возможно, здесь несколько вариантов могут быть. С переносом, либо без переноса названия столбцов. Как это сделать? Есть способ информатирования. Если кому-то нужно, вы мне тоже в чат напишите, как это можно сделать. Хорошо, что есть. На что стоит обращать внимание. Если нужны курсы по повышению форматирования, пожалуйста, можно проходить. Я вам покажу просто основные такие моменты для тех, кто не идет в курсы, и можно взять, использовать уже прямо сейчас и рекомендовать студентам. Чем еще можно пользоваться при оформлении? Моя цель не устроить здесь бесплатные курсы повышения квалификации по форматированию. Но если такая проблема есть, вопросы есть, и нужны ответы, пожалуйста, пишите. Конечно, мы это на вебинарах можем рассмотреть. Почему нет, если есть возможность. Значит, ресурсы и сервисы, которые тоже могут помочь при оформлении и написании письменных работ. Project Expert и статистика. Сразу говорю, вот эти ресурсы платные, но есть триал демо-версии. Ссылки я здесь привожу, можно посмотреть более подробно. Вот первая программа в основном для тех, кто пишет работы по бизнес-планированию, оценочной деятельности, оценкой инвестиционных проектов, различные гранты и так далее. Вот эта аналитическая система одна из лучших по созданию бизнес-плана. Поэтому и для себя, для работы можно брать, если у нас есть такая необходимость, те же гранты писать и можно использовать при подготовке курсовых, либо дипломных работ. Там есть девять разделов. Проект, компания, окружение, инвестиционный план, результаты, финансирование, анализ проекта и так далее. То есть вот это визуальное представление не просто какой-то схемкой, нарисованной от руки, да еще и посчитать эффекты. Вот эти инструменты, они здесь присутствуют, можно пользоваться. Статистика – это удобные и сильные инструменты для статистического и графического анализа и прогнозирования. В ней больше 10 тысяч видов графиков. Естественно, это… О, Евгения Юрьевна, не так юны, но вопросы форматирования иногда приходится вспоминать и осваивать. К сожалению, какие-то моменты мы упускаем. Хорошо, если с этим все в порядке, это замечательно. Значит, какие еще… Да, по этим программам, да, они платные, есть бесплатные триал-версии. Их можно посмотреть и, в принципе, можно пользоваться, особенно для подготовки проектов дипломных либо магистрских работ для диссертационных исследований. По визуализации информации, по созданию интеллект-карт и использованию их. Хороший инструмент, который позволяет нам и подготовить материалы для наших статей и для письменных работ. Ну вот, краткий обзор здесь. Это бесплатные программы. Ссылки действующие, можно перейти по ним. Подробно на них останавливаться не буду. Здесь вот краткий обзор он представлен. Есть платные версии, подробно их не рассматриваем, но ссылки вам даю. И из онлайн-ресурсов, бесплатных, знаменитый Поплет и мне вот еще нравится Майндома Бэйсик. Вот эти вот две программы, предпоследняя и Поплет. С помощью которых можно создавать очень быстро и просто, легко интеллект-карты, различные схемы, иерархические взаимосвязи отслеживать, взаимосвязи, взаимодействия между различными элементами. То есть вот это вот создание интеллект-карт, мандмейпинг, инструментов достаточно много. Здесь остается только посмотреть, выбрать подходящие для себя. Мне Майндома очень нравится, и студент у меня посмотрела по студентам. Из всего набора инструментов они чаще всего либо пользуются Поплетом, либо Майндома. Как при подготовке письменных текстов, на этапе сбора информации и продумывания темы, так и при выполнении творческих заданий. По библиографическим список источников. По библиографическим описаниям мы будем говорить с вами отдельно, поэтому на них подробно не останавливаемся. Единственное, что обязательно следить за тем, чтобы список источников был не общей кашей, а структурированным. Примерная структура, часто встречающаяся, также во многих методических рекомендациях встречала разных вузов и в тех вузах, где у меня студенты и пишут курсантовые работы, и я работаю, наблюдаю за курсантами и дипломниками. В основном приняты вот такие структуры, начиная с законодательных актов, структуры по видам документов. Такой тип группировки чаще всего используется. Еще удобно делать, да, и внутри законодательных актов первого пункта есть свой порядок группировки, который я вам здесь тоже привожу. В каком порядке указывать федеральные законы, решения, приказы, постановления и так далее. Чаще всего вот в таком порядке, а внутри уже по алфавиту. То есть здесь используется такой комбинированный тип. Сначала по видам документов, а внутри видов по алфавиту. Еще хорошо, когда в списке источников они разделяются. Пишем законодательные акты, выделяем подраздел, ну, точно так же, как мы в РПД пишем. Основная литература, дополнительная литература. Вот здесь тот же самый принцип. Внутри по видам мы их уже разделили, а внутри уже по алфавиту авторов и названия мы выстраиваем. Что при любом типе, могут быть другие типы группировок. Это может быть и хронологические, для исторических, например, изданий. Но при любом типе есть общие правила. Нумерация источников обязательно. Она сквозная, вне зависимости от разделения на виды по всему списку. И проставляется арабская цифра с точкой «Я» деляется пробелом названия. Ссылки, просылки не забываем. Все источники, которые указаны в списке использованной литературы, особенно если он так и называется в вашей работе, по вашим требованиям список использованной литературы, хотя бы один раз ссылка, сноска на каждый источник должна быть обязательной. Будет это вовведение, где дается аналитический обзор источников по теме, по вопросам, по конкретным каким-то частям. В самом тексте работа. Но не должно быть такого, что в списке указано 35 источников, а ссылки идут на 4. По всему тексту курсовой, а особенно дипломной работы. Вот этого быть не должно. Поэтому со списками источников очень осторожно. Ну и ГОСТы, которыми мы пользуемся при оформлении списков источников и ссылок, они приведены здесь. С электронными ресурсами вообще беда. ГОС 2001 года, но по ресурсам удаленного доступа информации там достаточно мало. Уже давно идут разговоры о том, что он устарел. Поэтому чаще всего ВУЗы разрабатывают библиотеки ВУЗов, разрабатывают кафедры, разрабатывают свои библиографические описания электронных ресурсов на основании ГОСТов 2003 и 2001. Самое главное, чтобы эти методические рекомендации не выходили за рамки ГОСТов. Ну и, коллеги, последняя информация. Мы сегодня прошли с вами по основным моментам, которые следует учитывать в готове письменной работы. И последняя информация. Хочу обратить ваше внимание на то, что на портале Библиоклуб, издательство Директ Медиа, каждый год проходит ежегодный конкурс лучших дипломных работ и бакалавриата, и магистратуры, и специалитетов. Следите за информацией. Победители получают очень хорошие призы. Конкурсные работы публикуются на портале. Более подробно информацию можно получить по этим ссылкам. Как только будет объявлен конкурс, открыт конкурс, обязательно мы вам об этом еще дополнительно сообщим на вебинарах. И думаю, не только я, но и мои коллеги тоже будут об этом сообщать. И на портале можно об этом почитать. Очень интересный конкурс был за 2016-2017 год. Посмотрите, ссылку я вам даю. И сами конкурсные работы, которые были представлены на конкурсе и опубликованы на портале, они представлены тоже по этой ссылке. Можно познакомиться с этими работами и принять участие в конкурсе. Особенно те преподаватели, у которых есть дипломники. Значит, коллеги, мы сегодня с вами прошли основные моменты. И вот готовя работы своих дипломников, представляя их на конкурсе, получая призы и награды, я думаю, что сегодняшние советы, наверное, вам будут полезны для того, чтобы победить. Хотя бы по формальным требованиям у вас будут великолепно выполненные работы. И к вопросам было у нас несколько вопросов. Сейчас попробую посмотреть. Так, был вопрос. Сейчас смотрю вкладку «Вопросы». Георгий Васильевич, можно ли получить индивидуальную консультацию по сложным вопросам? Да, Георгий Васильевич, индивидуальную консультацию по сложным вопросам получить можно. Андрей Олегович, спасибо, дали адрес электронной почты. Чаще всего индивидуальное консультирование я провожу в формате скайпа, так, чтобы можно было посмотреть рабочий стол. Ну и в зависимости, конечно, от вопроса, консультации чаще идут платные. Все будет зависеть от того, какой у вас вопрос. Если это займет 5 минут, не больше, это одно дело. Для вас это сложный вопрос, может быть, у меня уже на него есть ответ, я тогда с вами с удовольствием поделюсь. Если это требует более серьезной работы, рассмотрения, обсуждения, поиска и так далее, то, конечно, с этим мы с вами будем договариваться. Уже можете написать мне на электронную почту, и там мы уже с вами посмотрим возможности платной консультации. Так, посмотрю еще вопросы. ПДФ-презентации уже сказали. В учебных изданиях есть список использованной литературы по данной теме. Да, литература посвящена. Так, это мы прообсуждали. Георгий Васильевич нам пишет, согласно мнениям Георгия Васильевича, для обучающегося в портфолио это сигнал для работодателя. Во-первых, да, он может его посмотреть. Во-вторых, видно сразу, как человек занимался все эти 4-5 лет. Да, это серьезная вещь, недооценивать которой сейчас уже невозможно. Для обучающегося... Да. Николай Васильевич, мы должны подвести обучающихся к параметрам, не бездумно указывать на количество источников. Да, я согласна с вами, что студенты индивидуальной темы различны, возможности различны. Конечно, Николай Васильевич, наша задача подвести студента к тому, чтобы он не просто брал и формально следовал этим требованиям. У нас были великолепные защиты курсовых и дипломных работ. Работ на меньшем количестве источников, чем предписано методическими указаниями, на меньшем объеме, чем предписано указанием. Но эти формальности не принимались в расчеты, и оценка не занижалась за счет того, что темы были уникальны, что студенты провели действительно практически полезные исследования. Это в области социальной работы, пока несколько дипломов. Естественно, снижать оценку только за то, что у тебя не 60 страниц, а 55, комиссия посчитала невозможным и ненужным. То есть индивидуальный подход, он, конечно, должен быть, но это не должно расслаблять студента. И, во-вторых, подводить его к этому, конечно, нужно, что есть определенные требования в тех же научных изданиях, когда мы публикуем статьи. Там есть свои требования, и хочешь, не хочешь, но мы их и выполняем, если мы хотим, чтобы наша статья вышла в этом издании. Здесь примерно то же самое. Нужно соблюдать какие-то определенные вещи. Но в некоторых случаях, конечно, согласно индивидуальный подход, куда ты от этого денешься. Павел Валерьевич спрашивает, хорошо бы увидеть еще один ваш вебинар, экскурсию по... Павел Валерьевич, вы меня заинтриговали. Герасимов Павел Валерьевич, если вы еще не ушли, напишите, пожалуйста, экскурсию по... куда? С удовольствием могу провести вебинар в формате экскурсии, только скажите, куда. Напишите, пожалуйста, если не затруднит, во вкладочку «Вопросы». Я боюсь, что в чате может потеряться. А, по электронным библиотекам... Ага, все, увидела. Все, спасибо, Павел Валерьевич. У меня перескочил, теперь у меня чат перескочил, мне сразу видела. Экскурсия по электронным библиотекам в виде вебинара. Хорошая мысль, наверное, мы так и сделаем. Один из вебинаров я посмотрю по списку. У нас там много встреч. Возможно, одно из них мы... То, что связано с библиографическим поиском. Только, пожалуйста, Павел Валерьевич, напишите, пожалуйста, и коллеги во вкладочку «Вопросы». Что вас интересует? Просто знакомство с электронной библиотекой, с чего она состоит? Или возможности поиска работы с поисковиком, как найти информацию? Тогда мы могли бы практическую экскурсию с вами сделать. Сразу там и поработать, и попробовать поискать литературу, так, чтобы уже ручками потренироваться, делать вебинар-практику. Напишите, что вам интереснее. Просто посмотрите экскурсию, либо поучаствовать в этом деле. Да, Евгения Юрьевна у нас пишет, что прежде чем давать информацию, надо сформулировать тему. Совершенно согласна. Да, формулировка темы. Сам преподаватель должен быть сначала компетентен. Безусловно. Как же иначе? После процесса выбора утверждения темы корректировка темы еще будет идти, еще, возможно, неоднократно. Но уже хотя бы сориентировать студента в общей теме для общего поиска, чтобы он хотя бы начал потихонечку входить в эту тематику. Знакомиться. Смотрите, коллеги, по Светлана Николаевна Верейкина у нас говорит, как быть со строгими требованиями к дате издания не более пяти лет. Вот, не знаю, мы сейчас живем в такую эпоху перемен. Честно говорю, не знаю, что будет дальше. Да, пока это требование сохраняется. Курсовым, особенно дипломным работам. Но вот что касается списков литературы к нашим РПД, вот этого требования уже нет. В двух вузах, где работаю, его уже убрали. И там, и там сейчас готовимся к аккредитации. Да, и готовились, и готовились. То есть в таком процессе. Вот этого требования, такого строгого, уже нет. И, во-вторых, если есть источники для курсовых дипломных работ, она остается, но если есть источники, которые не переиздавались, которые актуальны на сегодня, без которых не обойтись и работа не состоится, конечно, указывайте, обязательно указывайте. А как быть с дипломными работами, написанными на архивных материалах XIX века? Вот как? Там вообще никак не обойдешься без этого. Самое главное, чтобы это было обосновано. Почему вы взяли три статьи из журнала «Огни вычигды» за 87-й год? Что в них такого уникального? Этот вопрос могут задать на защите. Студент просто к этому должен быть готов. Сказать, что да, вот там опубликован вот такой уникальный материал. Нигде его не было, а он актуален тем-то и тем-то сегодня. Тогда, пожалуйста, тогда вопросов не будет. Так, коллеги, сейчас. А, вот Георгий Васильевич задавал большой вопрос. Как можно организовать массовое обучение студентов-преподавателей этим навыкам? Запомнить все сложно. За один пресес тоже. Может ли это сделать оперативный консалтинг и самоконтроль? На эти вопросы уходит масса лишнего времени. Согласна. Согласна. Самоконтроль и ответ на простые вопросы. Если мы не говорим об обучении, о курсах, о курсах повышения квалификации, каких-то дополнительных занятиях, на которые не всегда есть возможность ходить, то здесь может быть несколько вариантов. Это электронный ресурс, это может быть формат фагов, наиболее часто встречаемые вопросы. А может быть еще один инструмент использования того же, например, чат-бота. Задаете, забыли, как сделать форматирование, забыли, как написать правильно ссылку. Еще какой-то вопрос возник, вы задаете его напрямую, напрямую получаете ответ. Конкретно по тому вопросу. Вот такой вот энциклопедист. Вот на эту тему сейчас идет серия вебинаров у Юрия Николаевича Белоножкина. Вчера, по-моему, был вебинар, и перед этим еще был один из вебинаров. Коллеги, кто не был, походите, послушайте. Вот здесь как раз все вопросы, которые связаны с форматированием, вот с такими конкретными вещами, они могут быть решены за счет создания вот такого инструмента, за счет использования вот такого бота. Это, кстати, тема очень интересная, сама на нее уже думаю, пытаюсь сформулировать. Делается просто, но не совсем. Есть море нюансов. Но штука работающая, я думаю, что вот этот инструмент – это действительно помощь для преподавателя, особенно когда приходится по 44 раза объяснять студентам и не терять свое время, его время. И такой лист, чек-лист самопроверки, самоконтроль тоже может быть сделан в таком формате. Почему нет? Современно и удобно. Да, хороший вопрос Георгий Васильевич поднимает. У нас сервис оперативного обучения, консультирования, контроля качества публикаций. Хорошая мысль. Думаем про такой сервис. И, скорее всего, он появится в ближайшем будущем. Да, приходится повторять одно и то же многократно. Да-да-да. А, Евгения Юрьевна, да. Типичные ошибки студентов. Кстати, если есть представители учебно-методических отделов и департаментов, они то же самое очень часто говорят по отношению к преподавателям. Почему угодно выравниваем свои РПД, но только не по ширине. Примерно те же слова недавно слышала в отношении преподавателей. Ну, понятно. Объем работы большой, сроки к позавчера. И тут уже забывается про форматирование. И те же типичные ошибки, которые были присущи нам, как студентам, они вылезают здесь. Евгения Юрьевна пишет, некоторые преподаватели требуют форматирования текста с учетом переноса слов для студентов ИКТ. Да, вообще-то это правильно. По типографике должен быть учет переноса слов. Но в основной массе методических требований рекомендации Гулза стоит просто выравнивание текста по ширине. Отсюда наше расползание вот этих слишком больших пробелов, особенно если мы копируем и вставляем текст. Поэтому формат по образцу наш все. Ну, требования есть требования, поэтому здесь мы можем только его соблюдать, спорить очень аккуратно, очень осторожно. Итак, на следующем вебинаре, Татьяна Алиевна, методологический блок курсовых и ВКР. Татьяна Алиевна, один из последующих... Следующий вебинар у нас будет по написанию статей, но один из следующих вебинаров, постараюсь учесть ваше пожелание, мы это сделаем. Итак, коллеги, вроде бы по всем вопросам основным мы прошлись. Если на чей-то вопрос не ответили, пожалуйста, не обижайтесь распечатку чата, я попрошу нашего уважаемого менеджера Андрея Олеговича тоже мне прислать. И на следующем вебинаре, если какие-то вопросы у нас остались неотвеченными, пять минут найду, чтобы вернуться и ответить всем. Всем, кто написал и во вкладку «Вопросы», и «Вопросы в чат». Если мы кого-то... Не обессудьте, коллеги, если мы кому-то не ответили. Итак, мы немножко подзатянулись, поэтому заканчиваем. Стандартная пара подошла к завершению. Большое спасибо, коллеги, всем за сегодняшнее участие, за то, что пришли, за ваши вопросы, за замечания, за комментарии. Все это очень важно и полезно. Я думаю, что здесь мы с вами не по разной стороны баррикад, а делаем одно важное дело. Занимаемся обучением, обучением студентов, собственным развитием, поэтому я думаю, что это будет полезно для всех. Поэтому, пожалуйста, еще раз приходите, пишите, сообщайте, активно в чате комментируйте, высказывайте свое мнение. Это все полезно для нас с вами и всех. Итак, спасибо. До следующих встреч. Про сертификаты запись все будет, но попозже. Сертификаты начинают со следующей недели. Не волнуйтесь, получат все. Все, коллеги, всем... Ох, батюшки, 92 человека, все еще не разошлись. Я уже... Что-то мне показалось, что человек 30 осталось. Я так спокойненько завершаю, а мы уже тут почти в полном составе. Ну что ж, коллеги, спасибо, что дожили до конца таким составом. Следующий вебинар у нас будет в пятницу. Мы поговорим о статьях. Опять же, о статьях для начинающих, где публиковаться, как выбирать издательство. Именно ориентир будет на тех, кто только-только планирует свои первые публикации. Поэтому, если есть какие-то конкретные вопросы, пожалуйста, сегодня мой адрес в электронной почте есть в вопросах... А, в ответе на вопросы у нас есть. Сейчас я его сюда попробую кинуть. Пожалуйста, пришлите мне сегодня тогда вопросы. Что бы вам хотелось... Да, вот это вот мой адрес электронной почты. Не знаю, почему он голубеньким не высветился, но написано правильно. По статьям, если есть что-то, что хотелось бы услышать на вебинаре, тогда я постараюсь в пятницу этот материал подготовить. Либо к одному из следующих вебинаров. Итак, коллеги, всем большое спасибо и до новых встреч. Не жалко с вами расставаться, но, увы, время. Всем удачи, хорошего дня и творческих достижений и профессиональных успехов. Субтитры создавал DimaTorzok